...сетевого поведения, выявления аномалий и злонамеренной активности в сети. Опять-таки, все решения, которые у нас сейчас есть, которые Cisco как компания продвигает, они ложатся в большую архитектуру Cisco DNA, Digital Network Architecture. Эта архитектура состоит из нескольких основополагающих принципов, основными из которых, пожалуй, является автоматизация, не менее важна монолитика, то есть в большей части как раз сегодняшний доклад будет касаться аналитики. Также туда входят принципы виртуализации, то есть возможности разворачивания сетевых сервисов по требованию на сетевых устройствах, на x86 архитектуре и варианты управления сервисами, в том числе и из облака. Сегодня также будет еще доклад по аналитике на основе продукта SteelSwatch, ориентированным на доставку этого сервиса из облака. Это доклад Павла Родионова. Digital Network Architecture, то есть это сетевая архитектура. В эру цифровизации, когда все больше и больше мы сталкиваемся с тем, что цепочка создания продуктов в наших организациях меняется, оцифровывается, мы видим все большее влияние сети. Сети как связующего компонента, который объединяет всех и вся, начиная от пользователей, сетевых устройств, каких-то приложений, сервисов. В том числе это касается и все более и более популярного тренда интернета вещей. Традиционная безопасность в наших сетях строилась по принципу ограничения на периметре. То есть когда мы применяли какие-то политики при выходе наших хостов в сеть интернет. То есть была своя сеть, которая по умолчанию считалась доверенной. Из этой сети был выход в сети общего пользования, ну, например, интернет. И на границе нашей зоны ответственности и выхода в интернет ставились определенные решения безопасности. Такой подход он актуален и сейчас, но тем не менее он недостаточен. Почему? Потому что у нас достаточно много связей появляется и внутри организации между теми хостами, которые у нас внутри. Также у нас несколько меняется понятие периметра как такового. Вспомним несколько лет назад, что для нас была наша сеть. Это было в первую очередь сетевое устройство-коммутатор, в котором был отдельный влан под сеть, отдельная группа портов, которая смотрела в конкретное помещение. В это помещение, как правило, был вход только тех сотрудников, которые должны там сидеть, то есть зачастую по пропускам, ну, и это решало много вопросов безопасности. По крайней мере, это было очень просто. Когда мы по умолчанию всех, кто сидит в кабинете для разработчиков, считали разработчиками. К примеру. Что у нас появляется сейчас? Все больше влияние беспроводных технологий. У каждого в кармане есть смартфон, планшет, ноутбук. И сказать, что у нас внешние данные приходят только из интернета уже нельзя. То есть мы подключаемся к корпоративной сети со своих собственных устройств, со беспроводных устройств. Есть в сценарии, когда хакеры, либо атакующая сторона, может подключиться злонамеренно к нашей Wi-Fi сети и получить фактически доступ к внутренней сети. Поэтому понятие периметра, оно несколько меняется, и мы говорим о том, что у нас есть не только внешние периметры, то есть выход во внешние сети, но есть и внутренний периметр, тот, который тоже необходимо защищать. Традиционные средства безопасности, которые ставились на периметры, сетевые экраны, средства предотвращения вторжений, они показывали картину, которая была достаточно содержательной, но не отображала того, что у нас происходит внутри сети. То есть все связи внутри наших сетей, они не проходили через эти устройства, ну и фактически мы не видели достаточно большого количества потоков трафика. Что еще можно сказать о том, как работает наша сеть сейчас? Недостаточно убедиться в том, что у нас в нашей сети действительно появился тот или иной пользователь, учетная запись. Даже простой идентификации в целом-то зачастую недостаточно. Приведу пример. Присаживай себе какой-нибудь банк. В банке есть администратор сетевого оборудования. У него есть валидная учетная запись в Active Directory, ну и в принципе он прошел идентификацию, по идее должен получить ролевой доступ к сети, то есть какие-то правила, которые его пускают в сеть за достаточно высокими правами. Учетная запись валидная, в домене он есть, в Organization Unit он отнесен как администратор, например. То есть здесь все нормально с точки зрения учетной записи. Но если посмотреть на контекст чуть шире, ну например, то есть подключение в 3 часа ночи, не на стандартном рабочем месте в Киеве, а например где-то в филиале в Запорожской области, либо в резервном СОДе во Львове, не с коммутаторов, например, которые обеспечивают подключение к кампусной сети, а с коммутатором в СОДе. То есть, окей, учетная запись валидная, амтификация прошла, но все-таки как-то контекст нам подсказывает, что в 3 часа ночи в чужом городе наш администратор не должен был появиться. Вот это определяет у нас контекст доступа. Что сейчас делает компания Cisco? Все больше упора сейчас как раз на то, чтобы персонифицировать доступ к сети, и для этого у нас используется Cisco Identity Services Engine, и добавить несколько больше контекста и понимания того, кто те люди, которые подключаются к нашей сети, и с каким контекстом они подключаются. То есть мы ролевую модель дополняем контекстной моделью доступа. Это значительно повышает уровень безопасности и в целом снижает вероятность реализации рисково-информационной безопасности. Дальше больше. В своих прошлых докладах я рассказывал о том, что у нас сеть плавно превращается в единый живой организм, в некую фабрику. Фабрика будет обеспечивать такие услуги, как, например, мобильность пользователей. То есть когда пользователь в одном филиале может подключиться со своей учетной записью в другом филиале, ну и в принципе должен получить одинаковый доступ. С точки зрения сети и настроек, если это делать статически и использовать классические технологии, ну такие как подсети, вланы, привычные нам системы безопасности, реализовать полноценную модель защиты от современных угроз достаточно сложно. Поэтому мы говорим, что безопасность нужно обеспечивать повсеместно. Начиная от конечных устройств, от хостов, с которых подключаются пользователи, от мобильных устройств в нашем СОДе, в филиалах, в локальной сети, необходимо по-прежнему обеспечивать безопасность на периметре. Ну и конечно же появляются новые тренды, это такие как облачная безопасность. То есть все больше мы используем облачные технологии. Достаточно тяжело отслеживать то, что наши пользователи используют то или иное облако. И если используют, то как сделать так, чтобы это использование было, ну скажем так, доверенными, безопасными. Плюс немаловажный момент – это защита промышленных сетей. Системами автоматизации управления технологическими процессами. По примеру последних атак мы видим, что это очень вкусная мишень для хакеров, потому что в конечном итоге репутационные риски по остановке таких систем они достаточно велики. шум вокруг таких атак поднимается очень большой. Но и это неспроста, потому что остановка некоторых технологических процессов в принципе может привести в том числе к такому неприятному явлению, как техногенная катастрофа. Концепция Cisco DNA, Digital Network Architecture, дополняется концепцией, которая сейчас у нас есть в информационной безопасности. Это before, during, after. То есть до, и во время, и после совершения атаки. То есть задача адресовать полный жизненный цикл атаки до ее совершения, предотвратить, принять все необходимые меры для того, чтобы сделать невозможную атаку. Во время проведения атаки принять некие меры, чтобы можно было вовремя среагировать. И после атаки получить необходимые инструменты для того, чтобы можно было эффективно расследовать зону поражения после проведения атаки хакерами. Какие у нас есть средства для анализа сетевого трафика? В первую очередь это анализ сетевых потоков. Это возможность собирать агрегированную сетевую статистику посредством протокола NetFlow. Также у нас в портфеле решения безопасности, безусловно, присутствует Next Generation IPS. Это Firepower с функционалом предотвращения вторжений, возможность глубокого разбора пакетов, сигнатурный анализ, репутационные базы и многое-многое другое. Также этот функционал безопасности дополняется современными средствами. Это эмуляция вредоносного кода и средства предотвращения вторжений в современных сетях. Это Advanced Malware Prevention. Идея такова, что набор этих средств позволяет достаточно комплексно адресовать вопросы безопасности в современных сетях. Безусловно, это не исчерпывающий список, но это те основные средства, которые помогают нам быть уверенными в том, что наша сеть действительно защищена. Сегодня в большей мере мы поговорим о анализе сетевого поведения, о сборе NetFlow, о том, чем может помочь сеть для того, чтобы повысить свой уровень информационной безопасности. Уже несколько лет в профиле решений CISCO есть продукт SteelSwatch. Раньше это был продукт компании Lankop. Мы его оемили и активно продвигали, потому что он был действительно очень удачный с точки зрения возможностей сбора, агрегации NetFlow, депликации, построения вероятностных моделей и много-много другое. Благодаря интеграции с продуктами и решениями компании CISCO, такими как Identity Service Engine и многие другие, продукт действительно себя зарекомендовал как отличное средство повышения уровня защищенности современных сетей. Несколько лет назад компания CISCO купила компанию Lankop, произошел ребрендинг, и теперь решение называется не Lankop SteelSwatch, а CISCO SteelSwatch. Ну, я думаю, вы по-прежнему можете встретить литературу еще названия Lankop, тем не менее, знайте, что это, в принципе, одно и то же. Чем полезно решение SteelSwatch? SteelSwatch это тот движок, тот механизм, который позволяет получить две основополагающие услуги безопасности современной сети. Первое – это сеть как сенсор. Ну, мы все понимаем, да, что у нас сетевое устройство, которое работает на периметре, межсетевой экран, оно одно, а коммутаторов, маршрутизаторов у нас много. И в целом-то отличная идея использовать все наше сетевое оборудование как устройство безопасности, как некий сенсор, который будет обогащать всю аналитику, которую мы получаем для решения вопросов безопасности. Как это удобно сделать? Опять-таки существует уже много лет протокол NetFlow, который позволяет собирать информацию о потоках. Следующая концепция – это Network as a Enforcer. То есть в чем отличие? Network as a Sensor – это подход, который позволяет превратить всю нашу сеть в один большой сенсор безопасности, то есть средство извещения о аномалиях, о угрозах, о несанкционированных потоках нашей сети. Но Network as a Sensor не дает важной возможности, например, по результатам такого анализа, поведенческого анализа, принять решение о том, что необходимо забрать доступ у того или иного хоста, либо изолировать его, как-то в карантин перевести и так дальше. Network as a Enforcer – это комбинация технологий, которые дает Cisco SteelSwatch, как агрегатор NetFlow и Cisco Ice, который средствами Trasec позволяет управлять доступом. То есть по результатам анализа, в случае выявления какой-то аномалии, хороший пример – это обращение к командным центрам .NET. Мы можем автоматически через API запросить Cisco Identity Service Engine забрать доступ у того или иного сетевого устройства. Тем самым мы в значительной мере ограничиваем схват распространения атаки, ну и в целом значительно повышаем уровень информационной безопасности нашей сети. Также это весьма удобно для расследования инцидентов. То есть после того, как мы автоматически изолировали те или иные хосты, либо группы хостов от остальной продуктивной сети, которая не заражена, например, какими-то ботнетами, мы можем качественно провести расследование, понять, что же все-таки происходит, понять характер этих атак, опять-таки планализу сетевого поведения, сделать достаточно много выводов. Все-таки какие это командные ботнеты, какие командные центры участвуют, как правильно с этим бороться, возможно, необходимо какое-то обновление тех же антивирусов на рабочих станциях для того, чтобы полечить такую ситуацию. В нашем случае мы говорим о том, что Network as a Sensor — это возможность адресовать на континууме атаки часть, которая до, before. Также мы во время атаки, during, тоже видим на самом деле, как эти потоки в реальном времени проходят, что происходит. А вот Network as a Sensor — это возможность адресовать атаки во время, то есть, грубо говоря, прекратить атаку, и после, то есть получить несколько больше данных о том, что же у нас произошло во время атаки, как с этим бороться, как устранить последствия. Чуть детальнее о протоколе NetFlow. Протокол NetFlow был придуман достаточно давно, в 96-м году, как механизм передачи пакетов. Исторически сложилось так, что он был заменен в решениях CISC на CES, но что интересное осталось и прижилось от такого подхода, то есть, от работы с пакетами, это возможность получения достаточно полной статистики о сетевом трафике, о прохождении сетевого трафика. Мы получаем исчерпывающую картину того, что происходит в нашей сети. NetFlow был в нескольких версиях. Последняя и наиболее актуальная – это девятая версия. В целом, NetFlow в большинстве своем похож на протокол IPvx. NetFlow – это стандарт, IPvx – это стандарт. Можно сказать, что IPvx чуть более открытый. Попытки сделать что-то подобное с точки зрения агрегации и статистики были у многих компаний. Это и наши конкуренты HP, Huawei, 3.com, Juniper, Ericsson, Alcatel Descent и многие другие. Это такие варианты реализации, как JFlow, AirFlow, CFlow, NetStream и многие другие. В чем отличие принципиальное протокола NetFlow от многих других протоколов сбора статистики? В первую очередь, NetFlow позволяет собирать двунаправленный график, во вторую очередь, позволяет собирать полную информацию о пакетах. То есть, такие средства, например, как SFlow, они позволяют собирать сэмплированную статистику. То есть, мы делаем выборку каждые 8000 пакетов, ну и в целом, это довольно-таки вероятностная модель. В случае NetFlow мы можем получать и сэмплированную информацию, если нам это удобно, ну, например, для уменьшения нагрузки, просто понять нагрузку на устройство, понять нагрузку на интерфейсах. Но также мы можем получать полную статистику о каждом пакете, и это нам дает достаточно широкие возможности в плане информационной безопасности. То есть, мы действительно можем понять, кто куда подключался, были ли это какие-то бот-центры, аномалии сети и многое другое. Таким образом, мы говорим, что мы получаем с сети некое подобие телеметрии. То есть, можно так назвать, это сетевая телеметрия. То есть, автоматизированный процесс получения машинных данных о потоках с тех точек, с того оборудования, которое есть в нашей сети. Соответственно, все эти данные обобщаются, получаются на коллекторе, проходят процессы дедупликации, анализа математического, построение вероятностных моделей и предположения о том, а что же это все-таки было. Сценариев, которые покрывает такой подход, достаточно много. То есть, мы можем понять не только о наличии каких-то зловредов в нашей сети, которые подключаются к внешним центрам управления. Мы можем удачно дополнить такие средства, например, как Data Loss Prevention. Как это выглядит на примере? Два пользователя в сети обмениваются каждый день в среднем 10-50 мегабайт данных, когда как. В один прекрасный момент по сетевой статистике, по NetFlow мы видим, что они обменялись двумя гигабайтами данных. Этот трафик мы бы не увидели на Firewall. Почему? Потому что пользователи находятся в одной сети, и в принципе через шлюз их трафик не ходит. Кто-то расшарил на Windows-машине папочку и просто перебросил какой-то файлик. Что это было? Конечно же, это мог быть последний фильм, либо коллекция музыки, либо еще что-то. Но если мы копнем чуть глубже и посмотрим сетевую телеметрию с других устройств, то мы можем увидеть, что один из пользователей получил 2 гигабайта данных с сервера базы Dark. И только после этого произошло событие, когда два пользователя обменялись какими-то очень похожими 2 гигабайтами данных между собой. Скорее всего, это был, например, слив базы данных пользователей. Даже не понимая того, какой трафик у нас ходит в сети, по вот таким предположениям и вариатностным моделям мы можем очень удачно дополнять другие средства информационной безопасности. Как же работает решение Cisco SteelSwatch, ранее LandCop SteelSwatch? В первую очередь, это сбор NetFlow. Потом возможность интеллектуального анализа всех этих данных от всей сети, построения графиков, отчетов и, что самое важное, возможности интеграции с такими решениями, как Cisco Ice. То есть, мы не просто увидим потоки в нашей сети, мы их сможем обогатить информацией, которую мы получили от других систем. Ну, нам недостаточно знать, что у нас поток проходил с IP-шника одного на IP-шник другой, нам было бы удобнее и понятнее понимать, что это был трафик от пользователя А к пользователю Б. Вот эту информацию мы получаем с Ice. Плюс расширенное понимание контексте, с какого места подключались эти пользователи, с каких устройств, какие приложения использовали на своих костах, ну и многое-многое другое. Это, в принципе, то, что позволяет за счет интеграции получить реально работающий механизм информационной безопасности. Как NetFlow нам позволяет видеть нашу сеть? Ну, в первую очередь это информация о адресах. О адресе источника пакета, получателя пакета, количество трафика, которое было передано, какие интерфейсы при этом участвовали, какой протокол использовался, TCP-флаги, ну и, в принципе, многое-многое другое. Также мы можем увидеть, какая метка информационной безопасности Security Group Tag применялся для того или иного случая. Мы можем видеть трафик не только в направлении выхода в интернет, мы можем, в принципе, видеть весь трафик, который проходит через сетевые устройства. И это действительно очень здорово, потому что в данном случае мы получаем полную и целостную картину того, что происходит в нашей сети. Собрать NetFlow статистику задача нехитрая. В принципе, существуют даже Open Source коллекторы, которые позволяют это делать просто. Но дьявол таится в мелочах. Как только у нас количество записей NetFlow начинает расти, то есть мы собираем действительно большой объем от всей сети, у нас сразу же возникают множество задач, которые связаны с аналитикой и обработкой этих потоков. То есть недостаточно просто собрать статистику. Достаточно необходимо еще применить целый ряд механизмов, которые позволяют, например, связать два потока воедино. То есть у нас есть один поток и ответный поток. То есть двунаправленный поток в системе отчетности конечно же всегда удобнее видеть в виде одной записи. Опять-таки дедупликация. На предыдущих слайдах была картинка, где у нас несколько устройств участвовало в прохождении потока. В принципе мы можем собирать статистику со свеча, с роутера и получить две очень похожих записи. Важный момент, который обеспечивает система автоматизации аналитики и сбора NetFlow это как раз возможность дедупликации вот таких вот записей. Что хотелось бы сказать о NetFlow и оборудовании Cisco. Я уже говорил, что Cisco умеет отдавать несамплированный NetFlow практически со всех устройств, начиная с уровня доступа. В последнее время поддержка несамплированного NetFlow появилась в том числе в коммутаторах 2960x. До этого он был сэмплированный, наши разработчики посмотрели, ресурсов коммутатора хватает, технология не отнимает ресурсы у устройства, и в принципе есть возможность собирать полную статистику. мы видим использование, то есть трафика, сколько было у нас получено пакетов, количество байт, мы видим от кого кому были пересланы пакеты, это Source и Destination IP, мы видим время, когда эти пакеты были пересланы, то есть timestamp, мы можем понять количество пакетов и принадлежность их тому или иному приложению. Также мы можем увидеть и утилизацию интерфейса и много другого информации, которые нам дают сетевые устройства. Например, номер исходящей автономной системы и автономной системы получателя. Что наиболее интересное реализовано с точки зрения NetFlow в оборудовании Cisco, это подход Flexible NetFlow, который позволяет ко всем этим данным еще цеплять некий трейлер. Трейлер это расширение NetFlow, которое позволяет составлять кастомные поля. Такими кастомными полями могут быть метки безопасности Security Group Tag и данные о том, какое это приложение. Например, наш роутер умеет делать Deep Back Inspection, разобрать трафик, понять, что внутри этого сетевого трафика работает то или иное сетевое приложение. Для этого используются такие технологии, как NBAR и многие другие. Ну и сделать вывод, что это, например, BitTorrent. Соответственно, в потоке NetFlow, данных о потоке, в записи, мы будем видеть в виде трейлера то, что вот этот трафик принадлежит конкретному приложению. Что это дает? Это еще дает возможность эти потоки расширстить. То есть понять, что это не просто у нас трафик с хоста А на хост до хост Б. Это трафик для пяти приложений, это пять отдельных записей, которые дают понимание, что BitTorrent было много, почты было мало и так дальше. Что касается поддержки NetFlow на наших платформах. Вы видите достаточно исчерпывающий список сетевого оборудования, которое поддерживает NetFlow и его расширение это Flexible NetFlow. Также есть оборудование SOT, которое поддерживает NetFlow в полном объеме и сэмплированный NetFlow на предыдущих версиях и моделях сетевого оборудования. Из интересного появилась поддержка NetFlow на оборудовании Miraki. То есть если в нашей сети есть решения Miraki, такие как Mix это UTM такой себе межсетевой экран, либо Z1 это шлюз для работы телеворкеров, мы оттуда можем получить информацию по NetFlow, ингрегировать в нашей системе сбора отчетности и аналитики. Как работает система SteelSwatch? В первую очередь это коллектор. То есть вся информация, которую мы получаем от сетевых устройств по разнообразным протоколам собирается и регулируется на коллекторе. Мы здесь говорим о том, что у нас отрабатывают классический NetFlow на сетевых устройствах, Flexible NetFlow где-то применимо с возможностью расширения данными NBAR, то есть обнаружения приложений и на межсетевых экранах у нас работает протокол NCELL. Что такое NCELL? Это NetFlow для межсетевых экранов. В чем фокус? Многие пользователи прячутся за NAT. Вот как раз NBAR позволяет сделать сличение потоков пользователей и NAT таблиц. Другими словами, мы можем понять, действительно, собирая данные с межсетевого экрана, кто у нас прячется за NAT, и какие потоки он генерирует. Коллектор собирает и обобщает информацию. Внутри работает колончатая база данных, то есть это механизм хранения больших данных, и также там работают системы самообучения, то есть Deep Learning. Фактически это реализация работы нейронных сетей на больших данных. Такой подход нам позволяет обучать систему, и по результатам работы нескольких дней или месяцев система может сделать вердикт, какой паттерн трафика, шаблон трафика является нормальным для нашей сети. То есть естественно, чем дольше мы будем смотреть в сеть, тем больше вероятность того, что мы сделаем вот такое предположение достоверным. Ну, например, посмотрели три дня, то есть это ни в коем случае не значит, что паттерн трафика за три рабочих дня будет совпадать с выходных. Посмотрели за месяц, там тоже могут быть какие-то перекосы. Посмотрели за год, но в принципе имеем исчерпывающую картину. Кроме самоубучения, конечно же, существует целый набор встроенных правил, которые сразу же нам дают предположение о том, что произошло в нашей сети, и есть возможность настраивать собственные правила. Таким образом, мы получаем достаточно расширенную возможность отчетности. Что интересно, если в нашей сети есть устройства, которые, например, не работают с NetFlow, не понимают они NetFlow, не отдают его никоим образом, но умеют отдавать копию трафика. В таком случае мы можем принять эту копию трафика на SteelSwatch Flow Sensor, Flow Sensor при этом преобразует принятую информацию в потоке NetFlow и отдаст и отдаст нашу общую систему отчетности. Это очень удобно, когда у нас, например, разнородная сеть, многовендорная сеть, старые устройства, либо есть сегмент сети, с которого нам бы хотелось получать статистику, не включая NetFlow. С Flow Коллектора все данные, ну то есть с сетевых устройств потоки уходят на Коллектор, Flow Коллектор эти данные хранит, обобщает и агрегированную статистику отдает в менеджмент консоль. Когда мы работаем с менеджмент консолью, то есть системой управления, мы можем достаточно глубоко погружаться, делать дрилдаун по всей отчетности, по детализации и видеть кто, откуда, как, какие потоки. При этом менеджмент консоль, как правило, на себе не хранит детализацию, обращается к Flow Коллектору. То есть вот такой механизм распределенного хранения позволяет добиться непроизведенной масштабированности, когда мы действительно можем собирать потоки от всей сети. Также менеджмент консоль это средственная интеграция. То есть здесь есть API, при том их сразу скажу несколько, которые позволяют получать данные от внешних систем. Это и данные от Cisco Identity Service Engine, данные о распространении угроз, то есть фактически аналитика, которая построена в глобальном масштабе, репутационные базы, ну и от других Identity Service, то есть не обязательно только ISE. Опять-таки, как мы уже говорили, не NetFlow устройства могут отдавать копию трафика на Flow сенсор, и он отдаст эти данные на коллектор. И есть вариант работы с виртуальными инфраструктурами. Зачастую нам важно и интересно понимать не только что происходит в нашей физической сети, но очень бы хотелось понимать, что же происходит внутри нашей виртуальной сети. В данном случае мы ставим виртуальный Flow сенсор внутри, например, той же VMware, и получаем данные по тем потокам, которые проходят в нашей виртуализованной среде. Бывает так, что средств сбора NetFlow в организации несколько. Даже в случае, если мы говорим о решениях от CISCO, мы можем собирать NetFlow для нужд IT-администраторов на Prime Infrastructure, для нужд безопасности на решении SteelSwatch. Можно, конечно, заставить устройство отсылать NetFlow на несколько коллекторов, но существует и другой подход, который позволяет делать это несколько гибче. Есть такое решение UDP Director, это компонент с портфеля решений SteelSwatch, который позволяет сделать копию статистики NetFlow на несколько систем аналитики. Одна часть уходит на Flow Коллектор, вторая на какую-то другую систему анализа NetFlow. Хорошо, мы трафик проанализировали, поняли, что у нас возникла какая-то аномаль. И в целом, какие у нас есть механизмы забрать доступ? Механизм на самом деле существует несколько. в первую очередь это ручной механизм, то есть когда мы в самой консоли SteelSwatch можем нажать кнопочку карантин и тем самым дернуть API, который постучится во внешние системы и переместит интересный нам хост в карантин, то есть изолируется от продуктивной сети. И есть возможность интеграции с ICE посредством протокола PXGrid. PXGrid это шина обмена данными о безопасности с другими системами. Чем интересен PXGrid? Это высокопроизводительная шина, протокол, который построен на базе протокола XMPP, то есть Jabber. Фактически мы говорим о том, что наши устройства говорят между собой. Безопасность такого общения опять-таки защищена сертификатами, то есть каждый хост, участвующий в этом обмене, имеет свой сертификат. Identity Services Engine является в нашем случае главой, то есть PXGrid. Он отвечает за валидацию сертификатов, за работу остальных устройств. PXGrid поддерживается не только компанией Cisco. Есть достаточно много компаний, которые уже на данный момент поддерживают протокол PXGrid. Чем он удобен? У нас зарегистрировались некоторые пользователи в сети, прошли амортификацию и так дальше. Вот мы получили эти данные. PXGrid позволяет распространить все эти данные на множество систем информационной безопасности, в том числе на NetFlow. Некоторое время назад интеграция ICE и SteelSwatch происходила по двум механизмам. В одном направлении работал PXGrid, в другом направлении происходила аналитика протокола CISLOG. Мы CISLOG забирали то, что нам нужно в решении SteelSwatch. В последней версии 6.9 полностью этот функционал переведен на PXGrid и теперь мы говорим о том, что это двонаправленная связь по обмену данными. Конечно же ICE это здорово, активная модификация Dota 1X и все сопутствующие технологии. Но зачастую это вызывает некоторые сложности. Почему? Потому что внедрить Dota 1X это привлечь квалифицированного партнера, пройти проект, выполнить целый ряд настроек, слегка поменять свою сетевую инфраструктуру и многое другое. Наши заказчики уже давно просили найти способ как-то обеспечить ориентификацию пользователей не используя протокол Dota 1X. Почему было такое требование? В первую очередь для простоты. Хотелось как-то очень просто, понятно получать данные ориентификации с внешних источников. И такое решение появилось сравнительно недавно. Называется оно ICE-Speak. Этот функционал полностью присутствует во взрослом ICE-е и есть реализация в виде отдельной виртуалки, которая делает конкретно эту задачу. То есть пассивную идентификацию во внешних источниках. ICE-Speak может принимать на себя данные от, например, Active Directory по протоколу VMI и отслеживать, кто у нас зарегистрировался в сети, с каких IP-адресов, тем самым строить таблицу Identity. Может принимать данные с баз данных внешних, может принимать данные с Syslog сообщений. Например, если у нас какой-то прокси-сервер в своих логах пишет, что прошла антификация такого-то пользователя по такому-то IP-шнику, мы эти данные с Syslog можем забрать и не заставлять пользователя проходить антификацию еще раз, либо проходить ее именно в сети и так дальше. Пассивная антификация это менее доверенный механизм антификации чем активно, а тем не менее он дает большую гибкость. То есть мы не только в Cisco сети, в разнородной сети можем получать те услуги Identity, которые нам предоставляет Axis. Для того, чтобы забрать доступ в проводной сети, необходимо все-таки выполнить некоторые действия. Недостаточно просто проантифицировать пользователя, необходимо иметь возможность выполнить радиус запрос, который называется Change of Authorization. Change of Authorization это расширение радиуса, которое пришло к нам с Dial-Up сетей. То есть когда-то давным-давно, когда были распространены Dial-Up сети, по данным биллинга, когда заканчивались у вас деньги, тарифные мегабайты и так дальше, на ваше сетевое устройство, которое от провайдера отдавал вам интернет, приходил радиус запрос. Change of Authorization, снять амортификацию. Ротрывалась сессия, новая не устанавливалась, потому что деньги закончились. Вот такой подход получил свое широкое применение на сетевом оборудовании CISCO и как раз и позволяет забрать амортификацию у пользователей по результатам обнаружения каких-либо аномалий. Дальше больше. Если Change of Authorization в классических сетях требует амортификации Dota 1.x и построения определенных правил, то в современных сетях мы говорим о том, что наши платформы поддерживают протокол TraceSec. TraceSec это security group таги, метки безопасности. Это то, что позволяет во всей сети отвязаться от IP-адресов, назначить группы безопасности нашим группам пользователей, нашим группам серверов либо каких-то ресурсов и в принципе строить детерминированную матрицу, которая полностью определяет кто к кому может получить доступ. При этом нет необходимости в правилах указывать IP-адреса, мы просто указываем, что у нас есть возможность security group тага такого-то на такой-то получить доступ. Security group таги работают тремя механизмами. Это классификация, это распространение и контроль. То есть те устройства, которые понимают security group таги, могут строить на них политики, то есть по результатам анализа матрицы разрывать доступ проведены в списке контроль. Распространение это те устройства, которые позволяют обмениваться данными и понимают в целом security group таги. Классификация это те устройства, на которых мы можем делать определенный маппинг. Например, по результатам модификации можем присвоить security group таг нашим пользователям, либо статически какой-то влан серверный, либо сетевой айпишник прибить жестко к security group тагу. В дата-центре у нас динамики нет, все живет на том же айпишнике, но хотелось бы от этих айпи-адресов политики отвязаться. Поэтому мы просто делаем security group таг. Появляется новый айпи-адрес в нашем дата-центре, который относится к этой же группе аппликейшн мы можем просто назначить ему тоже этот же security group таг, не меняя в самом политику доступа к сети. Какие еще есть сценарии применения Stealthwatch? У Stealthwatch еще есть прокси-лицензия, которая позволяет работать со множеством прокси-серверов. Ну, конечно же, это Cisco Web Security Appliance, это BlueCode прокси, это обычный Squid Open Source и McAfee Web Gateway. Как это работает? На Flow Коллектор мы можем не только NetFlow забирать, но и можем забирать CISLog от прокси-серверов. По результатам анализа CISLog мы тоже получаем достаточно много данных. То есть данные в чем-то для нас похожие на NetFlow, но естественно менее емкие. По результатам такого анализа мы получаем наблюдаемость HTTP получаем всесторонний анализ не только сетевых устройств, но и с прокси-серверов. Ну и естественно мы получаем информацию о пользователях. Еще очень интересное решение, которое появилось менее года назад в портфеле решений CISCO это специализированный сервер захвата пакетов. Пакет аналайзер. То есть в чем была основная идея? Зачастую в больших сетях, где есть необходимость проведения расследований инцидентов информационной безопасности, есть необходимость писать трафик. Записать трафик опять-таки задача нехитрая, но если мы сталкиваемся с коль-либо большим масштабом, тогда у нас возникает множество вопросов, как это сделать быстро, правильно и автоматизировано. Вот на основе решения CISCO Network аналайзер модуль CISCO NAMM был создан специализированный сервер безопасности Packet Аналайзер. Этот сервер может записывать очень большие объемы данных сетевого трафика, ну и потом их можно опять-таки отправлять на анализ средствами CISCO стилсвотч. Притом есть достаточно широкие возможности интеграции Packet Аналайзера в нашу сеть, можно автоматизировать эти задачи, писать трафик с CISCO NAMM, автоматизировать интеграцию с CISCO сетью и в принципе получить эффективный инструмент расследования сетевых инцидентов. Дальше больше. У нас появилась возможность забирать агрегированную сетевую статистику, очень похожую на NetFlow с наших хостов, то есть тех персональных устройств, которые у нас с компьютеров, которые у нас получают доступ в сеть. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы в качестве агента на хостах стоял AnyConnect. AnyConnect, который устанавливается как агентик на хостах, генерирует потоки, протокол VZFlow, в целом он, еще раз повторюсь, очень похож на NetFlow по своей сути, но больше ориентирован на задачи работы с хостами. Мы получаем информацию о тех, какие приложения у нас запущены на компьютерах наших пользователей и уже получаем в консоли отчетности за счет корреляции и агрегации полную статистику о том, не просто откуда и куда пошел поток, а какое приложение на компьютерах наших пользователей этот поток сгенерировало. Мы при этом понимаем имя процесса, мы видим от какого аккаунта произошла, была сгенерирована эта активность и многое-многое другое, в том числе родительские аккаунты и процессы и все, что нам необходимо для более детальной аналитики. Cisco SteelSwatch у нас бывает в разных вариантах, скажем так. Как продукт сам по себе Cisco SteelSwatch и как решение специализированное для мониторинга нашей ВАН-сети. Для мониторинга ВАН и маршрутизаторов есть больше лицензионный подход, который называется SteelSwatch Learning Network. Что такое SteelSwatch Learning Network? Это тот же самый SteelSwatch, консоль отчетности которого в Learning Network Manager была несколько переделана, упрощена, будем говорить так, для того, чтобы было просто, эффективно и удобно мониторить нашу филиальную сеть ВАН, то есть все эти устройства, которые у нас занимаются маршрутизацией. Как это работает? На сетевых устройствах появляется агентик, Learning Network агент, который общается с менеджером и позволяет агрегированную статистику собирать, отправлять и визуализировать конкретно для ВАН-сегмента. Опять-таки, повторюсь, используется множество современных технологий, такие как машинное обучение, понимание контекста, возможность перехвата пакетов и многое-многое другое. Преимущество такого решения это простота. То есть мы получаем красивую отчетность графиков, репортов, полочек загрузки и многое другое, в принципе, без особых настроек. Киев-сценарий адресует сбор NetFlow. На сессии Павла Родионова был вопрос, как правильно определить сканирование в нашей сети, подойдет ли для этого IPS. Да, IPS для этого в принципе подойдет, но, как сказал Павел, есть средства получше. Вот такое средство это как раз Cisco SteelSwatch. То есть определить сканирование в сети очень просто и очень эффективно используя анализ сетевых потоков. NetFlow будет полезен также для обнаружения атак отказа в обслуживании. То есть DOS, DDoS. У нас был один из первых пилотов NetFlow, который доказал свою эффективность для решения подобных задач. По результатам в ходе пилота на заказчика была произведена DOS атака. Ну, то есть естественно сбор NetFlow это неисчерпывающее средство, которое решает этот вопрос. Тем не менее визуализация и понимание того, что на атака началась за счет сбора NetFlow позволило в течение 15 минут администраторы в ручном режиме понять, что же происходит и принять необходимые меры настройки на сетевом оборудовании, чтобы уменьшить влияние этой атаки. Как работают большие взрослые средства защиты от DDoS? У них есть одна особенность. Чтобы не было false positive вложенных срабатываний, они начинают включаться и реально чистить трафик только тогда, когда будут действительно уверены, что атака началась и DDoS работает в полной мере. То есть существует некий временной зазор, когда атака начинается и когда устройство предотвращения DDoS начинает срабатывать. То есть если бы этого временного зазора не было, то каждая аномалия, каждый чих вызывал бы прекращение хождения трафика, ну и в целом это было бы неудобно. Что позволяет делать сборное слов в системе аналитики? он позволяет это визуализировать, информировать администратора о том, что есть у нас такая аномалия, обрати внимание. То есть администратор уже может как человек принять решение, ага, очень сильно похоже, что начинается DDoS. Соответственно можно принять какие-то превентивные меры, ограничить свой сетевой трафик, понять, с каких IP-адресов мы получаем флут, с каких блоков, то есть как-то ограничить общение нашей сетевой инфраструктуры именно с атакующей стороной. NetFlow позволяет делать достаточно удобно и быстро аналитику по репутации наших сетевых узлов. То есть если у нас внутри сети появляются вирусы, черви, трояны, ботнеты, все, что может так или иначе генерировать паразитную сетевую активность, мы это сразу же увидим. Даже если это будет несколько пакетов. То есть может быть какая-то спящая угроза, которая раз в месяц стучится в свой командный центр и говорит не забудь про меня, я установлен на компьютере и это твои 15 центов в продаже ботнетов администратору ботнета. То есть еще какой-то узел у него есть и он фактически под контролем. Это может происходить очень редко и классические средства защиты, тем более которые собираются это могут не заметить. При сборе полном сборе NetFlow и постоянной аналитики на сети мы все эти паразитные потоки увидим. Таким образом мы можем обнаруживать ботнеты и связи с командными центрами. Есть ряд атак так называемые фрагментированные атаки. То есть когда узел отправляет необычный трафик, фрагментированный трафик, либо вкладывает пылот в те протоколы, в которых мы его там не ожидаем. Например, в качестве транспорта может использоваться DNS-запросы, ICMP и так дальше. Такие механизмы есть, либо же может трафик быть очень сильно фрагментирован, что усложняет применение таких средств, Deep Packet Inspection и сигнаторный анализ средствами IPS. У циска с фрагментированным трафиком на IPS-ах дело обстоит в принципе неплохо, но могу сказать по конкурентам. То есть большинство конкурентов перестают анализировать трафик, когда получают много фрагментов. Сделано это для того, чтобы IPS не падал по производительности. В целом любой IPS можно завалить фрагментированным трафиком и обойти. То есть если мы сделаем хорошую фрагментацию, то просто у IPS не хватит ресурсов полностью пересобрать, трансфрагментировать весь поток для того, чтобы посмотреть внутрь него и сделать предположение о том, это трафик доверенный либо это какая-то атака. Поэтому фрагментированные атаки проще, легче и лучше анализировать, используя как раз средства, когда сеть работает как сенсор. Ну и естественно распространение червей. То есть когда у нас инфицированный узел начинает сканировать сеть, соединяется с другими узлами, то есть происходит распространение червей сети, вот опять-таки NetFlow очень сильно в этом помогает. По утечке данных я пример уже приводил, то есть когда мы видим какие-то всплески количества трафика между теми хостами либо пользователями сети, IP-адресами там и здесь никогда не было. То есть для нас это вопрос, а что же там произошло? Откуда взялось столько трафика между хостами, которые никогда не передавали между собой такие объемы? что хотелось бы сказать еще по решению NetFlow. В первую очередь это решение очень удобно в плане сбора NetFlow, потому что происходит много внутренней логики по работе. Это дупликация, это соединение потоков двунаправленностей и так дальше и так дальше. Плюс работают математические модели, которые как раз по всем предыдущим сценариям позволяют сделать высоковероятностные предположения, а что же это у нас происходит, какого типа аномалии у нас в сети. Но не менее важно это удобство работы администратора. То есть когда у нас система мощная высокотехнологическая, она зачастую бывает сложной. Для SteelSwatch это, пожалуй, менее справедливо. То есть система очень дружится на икппозавателю. Мы всегда можем увидеть полную детализацию о том, кто, что, как, когда, где, откуда, какая группа безопасности получила доступ. То есть развернутую статистику. Появился механизм поиска потоков по запросам, то есть множество полей, по которым мы можем делать выборки для того, чтобы понять, какие события у нас в сети происходят. Достаточно удобная и понятная идеология. То есть у нас есть тревога, есть события информационной безопасности, есть детализация по этому событию, есть узлы, карта сети и отчетность по каждому узлу, что же там происходило. То есть это дает непроизойденные возможности как по визуализации и по пониманию того, что у нас происходит в сети, так и по реагированию. Есть возможность нажать кнопочку карантин и забрать доступ у пользователя, который вызвал подозрения. Также есть детальная информация о узлах, то есть по каждому из хостов мы можем получить детализацию по потокам, по активности, по оповещениям, какие пользователи с этого хоста ходили все и так дальше. Что касается пользователей, опять-таки у нас есть механизм для каждого из пользователей сделать выборку, понять, какие данные мы получили о пользователе. Хочу отдельно отметить возможность перемещения в карантин, то есть это очень удобный инструмент, когда мы непосредственно в самой консоли SteelSwatch одной кнопочкой можем забрать доступ у подозрительного, у хоста, вызвавшего подозрительный трафик. Что в итоге? Благодаря интеграции средств анализа NetFlow и CISC-AIS мы получаем возможность в пределах всей нашей сети обеспечить не просто именной доступ, но и в случае возникновения каких-либо угроз переместить в карантин нужные хосты либо заблокировать общение тех или иных хостов между собой. Таким образом мы полностью адресуем континуум атаки средствами мониторинга, определения, анализа и ответной реакции на то, что происходит в нашей сети. То есть это технология Network as Enforcer. Network как Sensor и Network как Enforcer это те две технологии, которые позволяют получить намного больше от современной сети и не просто использовать свечи как просто порты да портовую емкость, а использовать их как средство безопасности. То же самое касается и всех остальных сетевых устройств маршрутизаторов, сетевых экранов и так далее. Таким образом в нашей архитектуре Digital Network Architecture мы получаем всестороннее наблюдение и понимание всех сетевых потоков в нашей инфраструктуре от кампусной сети до дата-центра и до филиальных офисов и благодаря глубокой аналитике и статистике мы можем принимать ответные и быстрые реакции в ответ на угрозу. Продукт в целом модульный, то есть обязательная его часть это Flow Collector и Management Console, Flow Sensor, UDP директор и все остальные лицензии не опциональны то есть их можно покупать можно не покупать на первом этапе референсная информация как сделать прикидку а сколько же у меня потоков в сети то есть нужно посчитать количество хостов серверов какое сетевое оборудование телефония есть удобные калькуляторы на сайте лангок хочу также отдельно заметить то что лицензии на потоки включены в C1 бандлы на каталисты 3000 и на Wi-Fi то есть там мы получаем некоторое количество Flow Per Second которые можем использовать в нашей системе SteelSwatch сам SteelSwatch можно купить в промо бандлах которые начинаются каталист за достаточно компромиссную цену решение самого в принципе это не дешевое состоит из новых компонентов ну и возможность его взять в промо бандлах делает его действительно доступным для нашего рынка то есть это самый дешевый самый простой способ получить работоспособную систему вместе со свечом который способен генерировать NetFlow можно поставить его где-то на периметр можно поставить ядро сети в зависимости того какой свеч выберем ну и получить все что нам необходимо то есть это виртуалка управления виртуалка сбора потоков порядка 500 flow per second что достаточно для средней организации также существует лицензирование по подписке то есть это опять-таки ход в сторону понижения стоимости используя подписку мы можем приобрести решение на год 3 5 задешево постоянной лицензии стоит несколько дороже поэтому моя рекомендация обратить внимание на цискован и в случае если вы покупаете коммутаторы 3000 серии либо вайфай спрашивайте поставщиков о том а можно ли это посчитать на цискован и что это дает на этом все благодарю за внимание спасибо Продолжение следует...